В этом небольшом, но очень уютном доме, утопающем в зелени, на центральном проезде живет человек, которого лично знают многие видновчане. Заслуженный работник просвещения, первый преподаватель немецкого языка и музыки в школе номер один, Изабелла Викентьевна Белозор, за свою профессиональную деятельность вырастила немало медалистов и победителей Олимпиад. Недавно ей исполнилось 95, во что, если честно, верится с трудом. С этим событием ее пришли поздравить глава муниципалитета Валерий Венцер и глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов. Это наша награда в городе Видное за заслуги перед городским поселением Видное. Разрешите вам вручить? Да. Да, и в связи с тем, что у нас в этом году отмечается 90-летие нашего Ленинского муниципального района, позвольте вам вот такую победную медаль вручить с 90-летием Ленинского района. За чаепитием Изабелла Викентьевна рассказала гостям, как в далеком 1947-м переехала в Видное. После окончания Института иностранных языков наша героиня трудилась сначала в школе 616, а затем в 1955 году перешла работать в только открывшуюся школу номер один. Говорит, ее бывшие ученики часто заходят в гости. Она как бы помогла нам еще вместе сдружиться, я бы сказала, чтобы это чувство взаимовыручки и товарищества класса еще со школы, оно продолжалось в течение всей нашей жизни. Изабелли Викентьевна человек в этом смысле совершенно необыкновенный как преподаватель, как вот человек, она к ней тянется как магнитом. Вскоре Изабелли Викентьевне предложили преподавать еще и музыку. Бывшая ученица и невестка-юбиляра Людмила Павловна уверяет, что именно эти уроки привили школьникам любовь к музыке на всю жизнь. У нас в школе был клуб любителей музыки, и Изабелли Викентьевна составляла такие сценарии. Когда проходили такие выступления наши, то за инструментом всегда были учащиеся. Ну, иногда я забыла Викентьевна, когда это касалось серьезных вещей. Когда в образовательном учреждении появились еще несколько преподавателей музыки, было решено перевести их в отдельное здание. Так и появилась Видновская школа искусств. К сожалению, в последнее время наша героиня не садится за рояль, но до сих пор занимается немецким языком с учениками. С нами она поделилась своим личным секретом долголетия и здоровья. Во-первых, желание жить, бесспорно, а потом желание трудиться. Я не бываю без дела. Вообще никогда. Вот если у меня даже остается вечером какое-то свободное время, мне даже не очень хочется сесть что-то посмотреть по телевидению. У Изабеллы Викентьевны двое детей, четверо внуков и трое правнуков. И всеми она очень гордится. Внук мой закончил сначала Институт иностранных языков и мне сказал, стал учителем немецкого языка. Бабушка, твою специальность я получил, теперь я буду в дедушке получать. В свои 95 Изабелла Белозор сама следит за порядком в доме, готовит и много читает. И это лучшее подтверждение народной мудрости, которое гласит, движение – это жизнь. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.